Добрый день дорогие друзья! С вами опять Юрий Бажан и мы продолжаем разговоры про сегментную вазу. Сегодня мы говорим про меандр. Меандр это вот этот рисуночек, который вы сейчас видели. И не так уж все это страшно, как бы да, но и не так просто. Возвращаемся в чертежу. Вот наш чертеж. И вот он наш меандр. Он повторяется. Нам нужно попасть в сегмент, то есть кусочек вот этого меандра, который будет в нашем сегменте. Для этого нам нужно вот сегментик вычертить. Тут есть нюансик небольшой. Вот эта вот длина 77 миллиметров, а длина реального сегмента будет 72 миллиметра. Мы должны считать основываясь вот из 72 миллиметров. Значит погрешность на то, что он изгибается, а сам рисунок будет прямой, в принципе я тут не учитываю. Достаточно большой радиус, ничего страшного. И вот тут нам надо представить себе, что вот этот сегментик 72 миллиметра. И начинаем мы вырезать как бы сегмент из меандра. Вот я поставил начало и конец. Сейчас две линии. И вот этот рисунок он повторяющийся. То есть каждый сегмент, сопрягаясь, будет этот рисунок создавать. Теперь делим его на вот тут у нас получается 12 частей. И вот мы по клеточкам он у нас нарисован. Прямо режем его на 12 частей. 12 частей по горизонтали. И по-моему там... И вот по клеточкам делим еще по вертикали. И вот эта сеточка дает нам, собственно говоря, представление о меандре. О том, как он у нас выглядит. И как его посчитать. Длина этого сегмента 72 миллиметра. Чертеж немножко не совпадает. И вот в этих 72 миллиметрах 12 клеточек. Значит толщина элемента сегмента 6 миллиметров. И шаг сетки тоже 6 миллиметров. То есть 30 миллиметров он у нас в высоту идет. И 72 миллиметра он идет длину. И дальше нам этот меандр нужно прорисовать. Прорисовать этот меандр с верхней и нижней частью еще. То есть верхняя и нижняя часть, обратите внимание, я меандр как бы вот в расчет не включал. И я его делю на три части. То есть вот низ и верх они считаются отдельно. То есть такая полосатая, полосатые два колечка будут. Немножко больше он получился у меня, чем мы рисовали изначально на чертеже. То есть когда я рисовал шутеж, я еще меандр не считал. Ну и я сделаю их чуть-чуть потоньше. То есть если середина будет по 6 миллиметров, то края будут по 5. Ну и вот собственно говоря идем на компьютер и рисуем наш меандр. Вот этот наш рисунок волшебный. То есть толщина линии 6 миллиметров. То есть квадратик соответственно получается 12 на 12. Теперь раскладываем этот меандр на части. Вот он разложился, да. То есть две верхняя и нижняя части они отдельно. И средняя часть вот состоит из таких вот кусочков. Они все тоже похожи. И теперь окончательно его делим и получаем вот такие вот кусочки, которые нам собственно говоря и нужно нарезать. Берем и нарезаем. Режем, 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 режем и получаем вот такую штуку. То есть вот смотрите, два колечка. Верхнее колечко, вот я его сейчас сниму. Сам непосредственно меандр, то есть сегмент меандра, он не до конца сейчас пока склеен. То есть состоит из трех частей. Серединку я склеил целиком, а краешки оставил. Немножко он такой, ну как бы надо будет по нему пройтись еще. Вот в принципе мы приклеиваем вот эти два элемента и получаем центральный сегмент меандра. И колечко сверху и снизу его накрывает. И получается у нас именно та самая картинка, которая прорисована на нашем компьютере. Теперь нам надо его склеить и нарезать на кусочки. Эти кусочки 20 миллиметров. Вот сейчас мы как раз этим делом и занимаемся. То есть нарезаем, отвязаем вернее начальную часть, прицеливаемся. Нам нужно отрезать 20 миллиметров так же как мы и делали, так же как мы резали сегменты. Вот мы прицелились. Ставим опорный брусочек. Тут надо, чтобы он все-таки совпадал с меандром, то есть перпендикулярный был. Поставили его, с трубцинкой закрепили. И начинаем нарезать вот эту нашу склеенную досочку на кусочки по 20 миллиметров. Опять же пилу не подымайте после пропила. То есть пропилили, подождали пока она остановится. Если будете подымать раньше, она может зацепить вот этот вот сегментик и выбросить его. Вот нужно сегменты экономить. Понимаете, если она его выбросит, то 100% она его разломает. То есть тут лучше подождать. Тем более ждать тут как бы не очень долго. Ну что, остановилась пила. Подождете, ничего не случится. И вообще приучайте себя к аккуратности при работе с сегментами. Теперь нам надо обрезать один угол. Вот я его отрезаю. Еще разочек отрезаю этот угол. Обратите внимание, что маленькая часть у меня остается свободная. То есть мне здесь пилой можно оперировать. Я могу поднимать ее и опускать. Почему? Потому что этот маленький кусочек уже отлетел. А верхнюю большую часть, она у меня держится, ее не зацепит. Ну и теперь выставляем 77, как нам нужно было, и отпиливаем вторую часть. Вот он получился наш сегмент. Сегмент миандра. Теперь их также клеим, собираем в кучу. И вот что у нас получается. Получается вот такая вот вещь. Вот она уже сейчас склеена. Рисунок повторяется. Видите? То есть он такой красивый, хороший получился. И остается нам только его приклеить. Я вот выбрал приклеивание миандра к верхней части. Мне кажется, что она более устойчивая. И сейчас я просто мажу его клеем и буду приклеивать непосредственно на место. Обратите внимание, я собираю как бы и проклеиваю обе стороны. Считается, что в принципе достаточно было бы проклеить одну сторону и уже все было бы хорошо. Но на всякий случай я собираю обе стороны. Немножечко жду, когда клей схватится и начинаю фиксировать ее. Слегка зажимаю сначала. И после того, как вот эти четыре струбцинки как бы его прихватили чуть-чуть, уже можно ставить остальные струбцины. Я почему-то их не показываю вам, как я их ставил. Не знаю почему, но тем не менее. Ну и вот, собственно говоря, все по миандру. То есть, что нужно учесть? Точность в расчетах и точность в изготовлении. И ваш миандр, либо какой-то другой рисунок будет отлично смотреться на ваших изделиях. А пока, теперь до свидания. С вами был Юрий Бажан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова